Если вы уже смотрите некоторое время наш канал, то, наверное, уже слышали слово «спроцетуро». Это итальянское слово означает магическую формулу стиля. Это когда выглядишь круто, без усилий. Как достичь этого? Об этом узнаем в сегодняшнем видео. Первый совет. Сделайте свой гардероб взаимозаменяемым. Когда все ваши вещи совмещаются друг с другом, они все выглядят хорошо друг с другом. У вас есть три пары туфель, три рубашки, три пары брюк и три пиджака. И всего получается 81 комбинация. Этого вполне достаточно, чтобы ходить три месяца, ни разу не повторившись. Итак, начнем со сменной части вашего гардероба. Ваши обуви. То, что вы в первую очередь должны делать, это придерживаться одной цветовой гаммы в каждой части вашего гардероба. Брюки, рубашки и ботинки. Я люблю ботинки. Они отлично вписываются в моих условиях. Их легко комбинировать, и вы уже, наверное, заметили, что у меня две пары разного оттенка, но схожего стиля. Раз все три пары коричневые, то я могу предположить, что остальные мои аксессуары будут неплохо с ними сочетаться. И давайте поговорим о брюках. Итак, 90% брюк я ношу ежедневно. Такие как синие и серые. Потому что эти два цвета сочетаются почти со всеми моими частями взаимозаменяемого гардероба. Прекрасная вещь, синие джинсы. Особенно мне нравятся темно-синие, так как комбинируются почти с любыми ботинками, спортивными куртками и пиджаками в моем арсенале. Следующее. Это рубашки, которые являются основной частью моего взаимозаменяемого гардероба. Можете заметить, что здесь доминирует два основных цвета. Голубой и белый. И если вы подумали, что это скучно, то, ребята, у вас тяжело с фантазией. Каждая из этих рубашек сочетается с каждой парой моих брюк и пиджаков. А сейчас поговорим о верхней одежде. Вы уже, наверное, заметили, что здесь преобладают три цвета. Коричневый, синий и зеленый. Могу взять все то, о чем говорил ранее. Это синие джинсы, добавить ботинки и эту рубашку. Заметьте, как эта комбинация будет просто превосходно сочетаться со спортивной, с кожаной или же джинсовой курткой. Да даже с замшевым пиджаком. И это все потому, что я просто нашел время, чтобы собрать взаимозаменяемый гардероб, где каждая вещь сочетается. Мой следующий совет, как выглядеть круто, даже не заморачиваясь, работайте со стилистом. Это эксперт, который понимает типы тела, их комплекции. Они посмотрят на тебя, выслушают твои предпочтения и желания. После чего смогут подобрать несколько образов, надев которые вы будете выглядеть стильно, не прилагая серьезных усилий. Да, это может стоить некоторых денег, если вы хотите работать с профессионалом, но это может стоить того. Следующий шаг для того, чтобы выглядеть потрясающе без особых усилий, пересмотри свой шкаф и избавься от всех ненужных предметов, которые негативно влияют на внешний вид. Возьми коробку, подпиши дату и все, что испачкано пятнами, все то, что непоправимо повреждено, все то, что тебе не подходит, положи в эту коробку. Я имею в виду, например, собрать пару таких коробок, запечатать их и положить в дальний ящик твоего шкафа. И если вы не откроете их в течение года, то пожертвуйте их тем, кому они действительно будут нужны. А теперь посмотри в свои пустые ящики. У тебя осталось, может быть, только три пары носков, поэтому пойди и купи себе несколько пар новых красивых носков. Но в одинаковых носках тоже нет ничего плохого. Затем посмотри на свою обувь. Если ты снова и снова носишь одни и те же ботинки, то, возможно, стоит взять пару немного в другом цвете, но в том же стиле. Так вы начинаете развивать свой единый стиль. Ведь повседневный стиль доносит сообщения и фактически контролирует ваш имидж. Следующий совет. Обратите внимание на ваши аксессуары. Ведь многие из вас, ребята, не желают тратить приличную сумму на действительно хорошие солнцезащитные очки или же другие мелкие предметы. Поэтому часто попадают в зацикленный круг, в котором вы просто не заботитесь о своих солнцезащитных очках. Потому что знаете, что они дешевые. Вы грубые с ними, и они быстро ломаются. А если это дорогие очки, вы будете более бережливы с ними. И почему бы не привнести немного разнообразия? Вы знаете, что вам нравится, что для вас лучше. Но почему бы не взять зеркальные очки? Или, например, взять себе пару клабмастеров? Это, конечно, не вайфареры, но они моментально преобразят ваш внешний вид. Мое мнение, друзья, что аксессуары имеют огромное влияние на ваш общий внешний вид. Это напоминает цепь, и она прочна настолько, насколько прочно ее самое слабое звено. Поэтому обязательно обращайте внимание на свои аксессуары. Следующий совет. Будь подготовлен. Унце профилактики стоит фунта лечения. У вас когда-нибудь было такое утро, например, перед серьезной презентацией, а у вас все шло наперекосяк. Вы не можете найти свои ключи, на вашей куртке пятно, вы не можете найти свои брюки или рубашку, потому что они внизу в прачечной, ваши ботинки потерты. Ребята, вы просто не подготовились. Лучше, когда вы просыпаетесь, складывайте все на своем месте, чтобы все можно было найти и все вещи были готовы. Как этот органайзер, в него можно поместить очки, ключи, вешалка для пиджака, брюк, все поглажено, начищено и готово. С такой системой легко выглядеть круто. Следующий совет. Это своего рода привычка. Вам необходимо научиться одеваться стильно для одного человека в первую очередь. Для самого себя. Когда вы дома, практикуйтесь стильно одеваться. Играйте со стилями, пробуйте новые вещи. Намного лучше пробовать одеваться по-новому дома, где никто вас не видит, чем когда вы выходите в свет. Зачем так делать? Мы волнуемся о чужом мнении. А суть в том, что большинство из нас сомневается просто в себе. Поэтому сначала надо поднять уровень уверенности в себе и привыкнуть к новому образу. Так со временем и практикой вы начнете замечать, что довольно хорошо выглядите с бабочкой. Начинаете выходить с ней в город, и никто ничего не говорит. Разве что комплименты. Взращивайте уверенность, практикуйтесь и одевайтесь стильно для себя. Следующий совет, это украсть стиль у вашей любимой звезды. Вашего любимого музыканта, актера. Друзья, никто кроме вас не заметит. Вы будете смотреться в зеркало и понимать, что вы хорошо выглядите. Может у вас комплекция, как у Эдрис Элба. Посмотрите, какие цвета подходят для его темной комплекции, и просто возьмите их себе. Может у вас строение, как у Райана Гослинга. И у вас светлая комплекция. Обратите внимание, что на этом парне хорошо выглядит. Продолжение следует...